Всем привет! С вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru Сегодня мы с вами снова будем плести ромашки новым способом из крупных бусин Посмотрите, какие прикольные получаются браслеты, если взять крупный бисер размера 6.0 И немножко другим способом сплести, не так, как мы с вами это делали раньше Все материалы, которые я использую, можно купить у нас в интернет-магазине greenbird.ru Смотрите в описании под этим роликом, ссылку на бисер, на нитки, на иголки Заказывайте у нас, мы отправляем товары по всему свету Поехали! Для плетения я буду использовать нитку Fireline толщиной 8LB Это такая плетенка, рыболовная леска, но это не совсем леска Очень плотная, крепкая нить, и именно ее я беру для того, чтобы она добавила жесткости Моему браслету, моей фенечке В принципе, можно взять и леску обычную, попробуйте, пофантазируйте Можно попробовать взять нитку для бисероплетения Но тогда, возможно, несколько раз вам придется проходить через каждую бусинку Потому что отверстия у них большие Плести я начну не срезая нитку с катушки Я отмотаю примерно вот столько вот Вдену нитку в иголку А с катушки срезать не буду На всякий случай, мало ли, мне захочется пройтись еще раз По длине всего браслета, чтобы его укрепить Либо сделать чокер или бусы У меня такое бывает, что в процессе работы я передумываю и начинаю делать что-то другое Поэтому на всякий случай все-таки я оставлю нитку Или мало ли, нам даже на браслет не хватит Так, отмотали нитку И я беру битстоппер Это такая пружинка, прицепляю к нитке Вот так вот эту пружинку мы ставим И она здесь нужна для того, чтобы закреплять бисер Он никуда не уедет Посмотрите Набираем белую, белую, желтую, белую Подтяните все вниз Если у вас нет такой штуки, то закрепите нитку каким-то другим образом Или просто держите пальцами, чтобы у вас бисер никуда не слезал И теперь проходим иголкой в первую бисерину, в белую Вот в таком вот направлении, чтобы у нас получилось колечко или крестик Видите? Затянули и получилось вот так Теперь проходим вот в эту белую И набираем три белых бисерины И проходим вот в эту нижнюю белую Держим пальцами Подтягиваем нитку Получается вот такая ромашка Теперь нам нужно пройтись по кругу, по всем белым бисеринам И выйти вот из этой белой Поехали! Вот так вот, первая ромашка готова Сюда, прямо к ней, вплотную я ставлю битстоппер Чтобы она у меня не сползала вниз, чтобы натяжение у нитки держалось нормальное Теперь набираем одну белую бисеринку И проходим сверху вниз иголкой вот в эту же самую, из которой у нас нитка торчала Подтягиваем И еще раз проходим через эти две бусинки Сначала в одну Потом в нижнюю И снова в верхнюю Я постоянно, периодически закрываю плетение пальцами Потому что это единственный способ, чтобы держать натяжение нормально Когда вы будете плести, вы тоже будете все время держать ваше бисероплетение пальцами Теперь набираем белую, желтую, белую И проходим опять снизу вверх через эту белую бусинку Все, подтягиваем Выходим из вот этой белой Набираем три белых И идем по кругу Вниз, вот в эту И выходим вот отсюда Пройдем через вот эти две верхние Через боковую Все, вторая ромашка готова Если хотите, если у вас тонкая нитка Можете еще раз сейчас пройтись по кругу Укрепить колечко, вот это вот из лепесточков Опять выйти отсюда И снова набираем одну белую Сверху вниз проходим Подтягиваем Еще раз делаем такой проход Этот проход мы делаем для того, чтобы ромашки у нас ложились ровно Они так аккуратнее друг к другу начинают примыкать Если мы здесь дополнительно укрепляем Снова белая Желтая Белая Сделали крестик Прошли снизу вверх Вышли из верхней белой Опять три белые набрали И по кругу прошлись А если вам нравится мое колечко-грибочек Посмотрите здесь в подсказках Ссылка на ролик Мы уже показывали, как сплести такое же Выходим вот так вот из третьей сверху Ну и все, таким образом мы продолжаем с вами плести Опять Одну набрали Сверху вниз прошли Подтягиваем все, чтобы у нас здесь ничего не висело Еще разочек проходим, чтобы укрепить дополнительно И опять белая Желтая Белая Снизу вверх в эту белую Сделали крестик Прошлись через верхнюю белую И три белых набрали Вошли в нижнюю Через вот эту боковую Сделаем круг И через еще три бусинки пройдемся Сверху Вышли сюда Ну и все Вот таким вот образом мы с вами продолжаем плести Ромашку за ромашкой до тех пор Пока не сделаем браслет нужной длины Этим я сейчас займусь А пока я плету браслет, вы поставьте нам лайк И обязательно подпишитесь на канал Если вы до сих пор этого не сделали Потому что у нас на канале еще будет очень много классных Прикольных видео с разными украшениями Так, все, я сплела Браслет нужной мне длины Посмотрите, как получается красиво Очень классно он смотрится на руке Просто отличный получается сет С тем, что у меня уже надето Кстати, это и бусы, и браслет Я их тоже делала сама Посмотрите, здесь в подсказках ссылка на ролик Я уже показывала, как сделать такое же Можете повторить вместе со мной Ну, а мы сейчас будем приделывать замочек К этому браслету Посмотрите, каким образом Первым делом мы будем закреплять нитку Пройдемся несколько раз В обратном направлении Вот так вот по ходу Через все бусинки И иногда будем завязывать между бисеринками узелок Цепляемся за нитку между бисеринами И проходим вот в эту петельку Затягиваем И можно сделать еще один раз И продолжаем возвращаться в обратном направлении Идем вот так вот через бусинки И между бисеринами цепляемся за нитку И вот так вот узелочек Можно еще один сразу же Второй Делаем вот такие вот узлы Пройдитесь таким образом Через две, три, ну, четыре, может быть, ромашки Сделайте несколько узелочков Чтобы нитка не развязалась И после этого После того, как мы закрепили нитку На двух, трех, четырех ромашках Обрезаем ее под корень Говорим вкус Точно таким же образом Мы закрепим нитку на второй стороне браслета Кстати, посмотрите Практически половину Даже чуть-чуть больше, чем половину туба Я использовала для браслета А для серединок, ну, совсем немножко И мой браслет состоит из тринадцати ромашек Все, теперь можно приделывать замочек Когда я закрепила нитку Смотрите, как мы приделаем замочек И эти бусины настолько крупные Что через них спокойно пройдет соединительное колечко Мы его откроем Проведем через вот эту крайнюю бусинку Приделаем на это колечко замочек И колечко закроем То же самое повторим с другой стороны Возьмем кольцо, откроем его Наденем на бусинку Наденем вторую часть замочка И колечко закроем Все, получился браслет с замочком И еще я слила вот такой вот браслет Из цветных ромашек, из цветных бусин Посмотрите, тоже как прикольно получается Когда бусинки разноцветные И вот так они смотрятся все вместе Три варианта Ну какова красота Можно сделать такой чокер Можно сделать такие бусы Можно сделать такую держалку Для мобильного телефона Помните? Посмотрите здесь вот в подсказках Ссылка на ролик Я показывала, как мы делали такую Если у вас какой-нибудь стоит стекло-протектор На вашем стекле И вам не страшно, что стеклянные бусины будут биться То можно сделать И вот такую вот весюлечку На мобильный телефон Тоже будет очень красиво В общем, сделайте такое себе Украшайте себя, подруг И весь мир вокруг Пока-пока Динь-дон Динь-дон То у тебя лень позвонит, то у олень